Добрый день, друзья! Канал Кубачи Афишил, кубачинское серебро. Как мы и обещали, сегодня у нас в обзоре эксклюзивная вещь, уникальное, редкое поступление, не часто мы получаем вот такие вот предметы. Сегодня в обзоре у нас стилет. Ну, о том, что такое стилет, я вам расскажу чуть позже, сейчас, пока мы, значит, к его характеристикам. Длина его 50 сантиметров, вес 348 грамм, ширина 4 сантиметра, вот в самой широкой части. Значит, смотрите, что использовал мастер при работе. Здесь использовано золото, серебро, гравировка, ну и много-много всего в одном, как говорится, месте. Значит, начинаем с самого, с самой верхней его части ручки. Вот это его ручка, такой вот небольшой кинжальчик у нас. Значит, сверху ручки у него голубой топаз. Натуральный голубой топаз. Их в этом вот стилете два. Один с одного конца, другой с другого. Два голубых топаза. Также использовано в этом стилете четыре топаза Лондон. Вот они так и называются. Топаз Лондон. У них есть свое официальное название. Вот они, их четыре штуки. Они вот прям симметрично расположены в углах вот этого вот такого ограничителя ручки и ножен. Ну, здесь идет гравировка, оксидирование. Очень глубокая гравировка. Вот после топаза. Кстати, топаз держит золотая такая рамочка, проволока. Из золотой проволоки вот такая рамка. Она держит топаз. 585 пробы золота. Далее идет такой вот серебряный шарик, на котором вырезано мастером алмазным резцом. Такой вот красивый рисунок. Вот это все оксидировано. Такое темненное серебро, оксидировка называется. Здесь идет дальше по кругу. Вот вы видите красные. Это гранаты. Вот в данном месте, данном вот этом вот шарике, их 21 камень, 21 гранат. Далее идет тоже гравировка, вырезана мастером. Чуть ниже идут такие вот, как крестики, тоже вырезаны гравировкой. Опять узор очень красивый, мелкий гравировка. Ручка сделана из кожи электрического ската. Посмотрите, какая она красивая. Это естественная, натуральная кожа электрического ската. Здесь опять идет после кожи гравировка. Ну и вот там, где вот эти вот топазы Лондон, тоже все очень красиво вырезано. Очень красиво гравировано. И сверху узоры. Это все серебро. Повторяю, оно оксидировано, поэтому оно такое немножко затемненное. Это вот такая есть обработка, форма обработки, оксидирование называется. Часто его делают для придания искусственной старины предмету. Вот работа бывает современная, но с учетом с использованием оксидировки, она становится как будто бы такая старая. Вот снизу тоже идет такой вот красивый рисунок, узор, гравировка. Ну и дальше идет уже на ножнах. Очень мелкий, очень сложный узор. Даже нарисовать его сложно. А тут посмотрите, какая работа. Тончайшая просто гравировка, уникальная. Это все вырезается по металлу мастером. Так прям уже готовому, монтированному круглому металлу, вот так все это вырезается. Мельчайшая работа. Далее опять идет, это мы сейчас ножны уже смотрим, вот с этого момента уже ножны мы сейчас откроем. Далее идет опять кожа электрического ската. Очень красиво смотрится кожа электрического ската. Далее опять идет очень длинная гравировка. Посмотрите сколько она занимает места. По кругу прям идет вот так вот все это вырезано. Сложнейший рисунок. Ну и вот здесь в конце идет еще один шарик с гранатами. Вот здесь 21 гранат, а вот в том шарике было 26. Тот побольше шарик, этот поменьше. Вот здесь идет 20. В общей сложности 47 гранатов камней. Видите, они закреплены в этом шарике. А здесь уже идет голубой топаз. Ну и вот такая гравировка. Теперь мы его с вами откроем и посмотрим на его лезвие. Лезвие четырехугольное, дамасская сталь. Вот дамасская сталь, четырехугольное лезвие. Вообще для чего делали раньше вот эти вот стилеты? Значит с 15 века во времена ренессанса берет свое распространение вот это вот оружие. Такой небольшой кинжальчик. Вот это вот сечение, оно бывает иногда круглым, иногда треугольным, но чаще всего вот такое вот квадратное лезвие. Значит на лезвие обычно режущей кромка отсутствует, то есть здесь нет вот режущего лезвия. Его предназначение в другом. Вот его предшественником этого стиля то являлся так называемый кинжал милосердия, мизерикорд назывался. Вот он использовался для добивания противника в случае борьбы в доспехах. То есть его малые формы, размеры, значит удобная форма и очень острый вот этот вот наконечник, они позволяли ему значит наиболее легко проникать сквозь сочленение рыцарских доспехов. Вот между чешуйками вот этого вот так называемого панциря рыцаря или кольцами кольчуги проникал вот этот вот значит стилет, вот это лезвие. Как вы видите здесь оно очень толстое, квадратное, очень прочное, а к концу идет очень острое. И вот его использовали для добивания противника. Значит он проникал между чешуйками вот этой кольчуги или значит в панцире вот этих сочленений и тем самым добивали они вот раненых бойцов, тем самым прекращая мучение вот этого вот умирающего воина. То есть вот это вот все идет значит в Европе еще с 12 века. Вот эти вот все такие вот кинжалы. Вот поэтому стиль это очень такая история давняя и вот современные значит эти стилеты делают кубачинские мастера и все вот выдерживается именно вот в такой правильной форме. Обычно лезвие само вот этот вот кинжальчик вот само лезвие оно бывало от 20 до 40 сантиметров, но в данном случае здесь где-то 25 сантиметров. То есть все здесь сделано именно вот так как и делалось ранее вот в эти вот 15 века, 14 века. Но при всем при этом уникальность конечно его вот в этой красоте, которую мастер изобразил, вручную вырезав все это. Очень сложнейшая работа, вот он в раскрытом состоянии, еще раз вы можете посмотреть. Лежит он на своей коробке, сейчас мы вам ее откроем. В комплекте идет вот такая вот коробочка, очень красивая коробка. Ну и вот здесь вот так вот он закрепляется и лежит в этой коробке, если вам его на подарок дарить. Очень красивая коробочка. Ну в данный момент у нас в магазине этот стилет лежит по цене 130 тысяч рублей. Очень сложно, очень красивая работа. Конечно видео не так передает всю эту красоту. Поэтому заходите на наш сайт по ссылке под видео в описании. Нажимайте на карточку товара, подробная вся информация, характеристики. Также подписывайтесь на наш youtube канал. Очень интересные вещи, интересные изделия, произведения искусства. Они ждут в обзоре вас. Будем вас знакомить с продукцией кубачинских мастеров. На этом с вами прощаемся. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok